всем большой привет рада вас видеть на моем канале и я вам сегодня с новым процессом неожиданно для меня на канале у ольги хобби арт началась новая сп такие разные совы я себе дала такое скажем слово что я не буду начинать никаких новых проектов потому что у меня в этом году какой-то год стартов я только начинаю начинаю и по сути у меня так ничего не может закончиться есть конечно законченные работы но не в том масштабе в котором они начинаются поэтому я себе дала слово что все я до конца года какие-то там проекты пока начинать не буду но посмотрела какие красивые интересные наборы собирается вышивать девочки так вдохновилась компания я вообще люблю совместные проекты мне нравится участвовать но вот из-за того что я начала много вышивок у меня не получается в них участвовать я такой недобросовестный участник мне это тоже не нравится и я как бы притормозила какие-то свои участие совместных проектах но здесь я очень сильно впечатлилась и знаете вот так уже махнула рукой горела хата горе забор но хочется мне принять участие хочется мне открыть свой набор поэтому но мы не буду себе отказывать все равно не меня вышиваются будут вышиваться конечно просто долго но ничего главное что что я буду получать удовольствие от этих вышивок и так перед вами сейчас наборчик костом крафт в этом году я себе купила два наборчика вот кастом крафт в первый раз жизни на пробу один это петух кастом крафт который я уже начала и он у меня наполовину вышит ну а второй набор вот эти вот совы в лунном свете давайте посмотрим наборчик сделаем обзорчик и подготовку в общем все как нам нравится все как как мы любим сама картинка у меня обложка темная поэтому бликуют будут какие-то цветы я постаралась выключить освещение чтобы не было сильных бликов и сразу не стала снимать пакет мне хотелось вам показать как выглядит набор в пакете да чуть позже я бы сразу сниму чтобы не было бликов и шуршаний вот как выглядит набор это обычный запечатанный запаянный пакет одноразовый с обратной стороны видно канва и вот в таком красивом матке нитки номера ниточек все очень просто очень надежно и так снимаю упаковку и мы приступим к рассмотрению этого набора итак ознакомимся с обложкой набор называется совы в лунном свете номер набора девяносто девять триста тридцать семь разработка схемы дайан лр не знаю как правильно читается вот если вам интересно разработка схемы так набор по вышивке крестом содержание содержимое набора канваи до номер 14 нитки для вышивания рисунка игла схема и указания на такой перевод размер готовой работы 35 на 35 сантиметров 196 на 196 стежков и картина разработана по мотивам произведений джев тэйф applejack простите вообще не видно не видно и читать не могу в общем это по мотивам какой-то картины 2006 год разработка кастом крафт это канадская фирма раньше у них были схемы очень прогонистые не почищенные и поэтому девочки всегда жаловались на эти разработки но вот вышивая моего петуха я могу сказать что по крайней мере мне попалась эта схема этот набор очень качественно разработан там вообще нет одиночек все вышивается группками легко просто загляденье посмотрим что у нас здесь значит схема выполнена такой книжечкой очень удобно на первых листах значит здесь представлена у нас инструкция общая инструкция по всем наборам здесь показано если сколько находится у вас листов схем наборе какое идет у них расположение всегда идет вот таким образом если две страницы первая вверху вторая внизу все четыре страницы вот такое расположение если 9 у меня будет наверно 9 будет вот такое расположение на и есть еще и на 12 страниц это вот такое расположение ключ ниточки здесь дмс что-то отсвечивает так сильно непонятно ниточки дмс все цвета указаны в дмс вот так смотрю указано ли сколько здесь цветов используем нет не указано немножко хочу заглянуть я на схемку посмотреть на первый взгляд схема очень хорошо проработанная наверное у них первые были схемы прогониста это я вижу она символьная до черно-белая но крупная очень четко на каждом листе есть отступы на другой лист поэтому очень это удобно ну здесь получается 6 полных листов и требуют такие маленькие так как у меня и в петухе схемы понятные схема понятная очень приятно потому что я когда покупала я немножко конечно у меня были такие мысли что может быть я вижу с какой-то такой прогон и буду его всю жизнь ковырять но вот видимо фирма это тоже развивается ну и с обратной стороны нам представлены также другие их разработки вот есть давайте посмотрим извините волки какие-то тигрята вот этот наборчик очень хороший большевик я его видела очень известный хорошо получается единороги вот такой орел лошадки извините вот такая еще лошадка единорог повернутая попой вот такая лошадка и дракон это то что вот представлено я буду вышивать вот таких двух солышек я их когда увидела у кастом кравца есть очень много сов и все мне нравятся разработки везде шикарные я долго не могла определиться ну какой мне взять сову я бы всех взяла но наборы не из дешевых и решила взять этот набор потому что здесь две совы как бы парные считается да но я себе так представляю что это мы с моим мужем мне нравится очень никаких сов взгляд такой знаете серьезный смотрит вдаль эти совы они хозяева этой территории очень уверенно себя чувствуют вот наверху сидит наверное девочка такая красотка а впереди вот здесь это парень на защите ну они меня очень умиляют очень мне нравятся и я хотела их начать вышивать но в планах не было теперь конечно вместе с вами девочки потихоньку начну ковырять не знаю уж какие у меня будут продвижения но я надеюсь штраф вы мне не выпишите и не накажете да за мои маленькие скажем так продвижения и давайте посмотрим схему мы рассмотрели посмотрим естественно материалы которые нам всем всегда интересно увидеть как скомплектован набор хочу отметить в первую очередь цвет канвы у меня сейчас такое какое-то очень яркое освещение не знаю что то я настроила с камерой минуточку ну вот я выключила везде освещение вроде бы получше но все таки не то не то вот так поближе вот больше похоже на правду здесь очень интересный цвет канвы она бежево пыльная такое впечатление что бежевая но грязная на самом деле как бы не грязь да это просто вот у нее такой цвет припыленный никогда раньше не видела такого оттенка но вот такой выбрали очень очень интересный не вижу я здесь никаких оранжевых полос это не цвайгард но канва по качеству очень хорошее очень давайте откроем этот кусок кусок канвы здесь не маленький у меня под рукой есть сантиметровая лента мы сейчас замерим 51 сантиметр меряю без кромки по ширине ну квадрат должен по идее потому что квадратно будет работать на 51 50 на 51 работа у нас мы считали 36 на 36 очень хорошие запасы дает костному крафт в общем можно спокойно вышивать канва жесткая я люблю жесткую канву не надо на тряпочки цвет ну вот не могу передать вам я его рассматриваю рассматриваю очень интересный цвет может быть вот так вот с белым будет видно разница в оттенках конечно же иголочка чтобы про нее не забыть нитки нитки кастом крафт складывает вот в такой вот пучочек вот так они интересно их завязывают посмотрите видите как скручена как бы косичкой и внутрь вот так скручивают очень красиво видно в упаковке планшетки здесь абсолютно тоненькие бумажка такая одноразовая как бы не интересно ну как и не интересно не практично я обычно пользуюсь всегда планшетками с набора в данном случае будет сложно пользоваться этими планшетками я подумаю что я буду делать цветов здесь много но я вижу вот повторяющиеся есть цвета надо будет посчитать сколько оттенков используются как то вот на первый взгляд в инструкции не увидела я сколько оттенков используются в данном наборе нитки посмотрите красивые но они все очень похожих оттенков это вот сине голубые серые оттенки единственное здесь выбивается вот такой рыженький немножко и белые остальные все очень похожие цвета вышивать конечно будет но это цвета зимней полярной холодной ночи поэтому это вот такой набор глазу приятные но вот знаете когда они все в одном тоне как-то и зацепиться глазу не за что вот единственно цепляется за вот эту вот немножко такую кирпичную кирпичного цвета ниточку остальные все одного оттенка но я буду вышивать потихонечку понемножку красивые нитки ниточки дмс кстати хочу сказать что я вот вышиваю моего петуха качество ниток дмс на высшем уровне я не знаю чем как это отличается но вот в наборах у кастом крафтс какое-то особенное качество ниток дмс они такие шелковистые такие блестящие у меня много ниток дмс но вот в наборах кастом крафтс вот поверьте они какие-то другие они особенные очень приятные ну вот это такой обзор я пойду сейчас готовиться к процессу может быть мы с вами вместе сделаем пару крестиков и мне нужно уже убегать на мои курсы увидимся через секунду так девочки начала я снимать видео о моей подготовке к совместному проекту утром а сейчас уже вечер я делал большой перерыв потому что мне нужно было уходить по делам поэтому не смогла заснять уже весь окончательный этап ну и покажу вам сейчас очень быстренько этот фрагмент я особо не успела сделать какой-то там супер подготовки видите я как бы натянула на кюс на пы хотела не делать никакой разметки но я такой товарищ ошибки делаю часто и запросто поэтому решила хотя бы точечками сделать небольшую для себя разметку так как зашивка полная и цвета темные даже из точки какие-то останутся это не будет заметно также вы видите мои первые крестики вот они красивые мои первые крестики пользуюсь я оригинальной схемой также мне сразу отмечаю и вышиваю по цветам пока просто беру по одной ниточке и вышиваю так как процессов у меня начато много то буду вышивать по две-три нитки в день вот как-то так ну а дальше будет видно может быть придет время я смогу заняться этим проектом побольше времени уделить ему пока вот планы у меня такие хотя бы на первое время потому что в августе у меня идет стоит по плану обучения у нас сейчас идет второй этап где нужно выполнять практически занятия с напарником и не всегда легко найти напарника потому что люди в отпуск уезжают туда-сюда вот и поэтому появляется у меня немножко свободного времени ну а если найдется мне напарник то я опять буду очень-очень занятого ну весь день практически рабочий так мои нитки с нитками пока ничего не делала потому что буду вышивать пока по одной ниточке да как я сказала и решила не делать пока никаких органайзеров на времени не было поэтому я их сложила вот так в пакетик простой да на кнопочки и все это дело будет храниться у меня на моем рабочем столе вот в такой газетнице у меня там кстати лежит схемка от ящерки бисерной разные тоже штучки вот тут меня примастился шармик амфора кувшин такой древний может быть там у меня заведется какой-нибудь джинн вот ну вот все приступаю что она вышивается за этот месяц обязательно вы увидите до новых встреч пока пока да и